Мы готовы встречать следующего спикера, преподавателя кафедры теории и методики образовательной деятельности, молодого ученого Александра Минакова с темой «Искусственный интеллект как личный ассистент педагога». Здравствуйте, дорогие зрители! Рад сегодня выступить перед вами, тем более, что сегодня интересный праздник — Международный день головоломки. И как раз головоломки в свое время помогал решать искусственный интеллект. В частности, например, в шахматы впервые искусственный интеллект Ди Блю обыграл Гарри Каспарова. Итак, беру и начинаю вам рассказывать. Но хотел бы, чтобы было у меня не монолог, не монолог, а интерактивное общение. Поэтому пишите, пожалуйста, в чат, в нашей трансляции ваши вопросы, ваши комментарии. Делитесь опытом. Потому что нейронки создаются буквально каждый день. Не знаю, поскольку сотен тысяч. И действительно хорошие, которые вы используете, и хотите ими поделиться с другими, делитесь. Итак, зачем слушать спикера? Такой вот слайд открывает мое выступление. И вы видите, это статистика отечественная, нейростат. И по данным вы видите, как растет у нас интерес к нейросетям. Данные самые актуальные. Сегодня только скачивал обновленную статистику. И это заставляет нас задумываться и быть, скажем так, на острее волны. Технологии сегодня. В машинах нас уже не удивить искусственным интеллектом, потому что они сами паркуются. Есть уже беспилотные грузовики от Сбербанка, как видите. В фильмах мы видим сцены дипфейка зачастую. Ну, не зачастую, иногда. И беспилотные такси уже на Ясенево ездят в Москве. И как раз более подробно расскажу про нейростат. Тоже свежие данные. По апрель этого года, за следующий квартал, появится в августе. Что мы видим? 60% жителей России слышали о нейросетях для генерации текста. 28% их используют. Это достаточно высокий показатель. Если брать нейросети для генерации видео, то 75% населения нашей страны слышали о этих нейросетях. И 32% их используют. Важно что учесть? Это данные, конечно же, из городов. И, соответственно, в большей мере опрашивалась молодежь. Ну, не молодежь, конечно, от 18 до 65 лет аудитория. Как мы видим, может использоваться и в медицине, и, например, для оформления задачников по математике, физике и так далее. Когда задачку сопровождает такая интересная картинка с клоуном, если у нас задача про клоуна, то ее решать интереснее. Ученик уже не задает вопрос, а зачем ему изучать физику. Далее. Здесь, на этом слайде, вы можете посмотреть, как используют сейчас нейросети. Как мы видим, кто-то для развлечений, кто-то для работы, кто-то не определился, не знает. Есть QR-код, есть ссылочка. Вы можете посмотреть, сами детально ознакомиться с этой информацией. Вот интересный анализ, уже зарубежный. Это крупный инвестиционный фонд Котио. У них в управлении находится 70 миллиардов долларов. И они внедряют искусственный интеллект в различные сферы бизнеса. И они считают, что сейчас мы с вами находимся на старте развития искусственного интеллекта. И они предполагают, что он растет вот так вот. Мы видим, как интернет у нас, которым мы сегодня пользуемся, который считаем, наверное, одним из величайших изобретений человечества, как он медленно захватывал аудиторию. Смартфоны как развивались и как искусственный интеллект. Тема же сегодняшняя наша – это искусственный интеллект как личный ассистент. Как он может помочь педагогу? Да, в принципе, не только педагогу, но и логопеду, психологу, любому человеку. Я предлагаю рассматривать вот такие направления, как нейросети и тайм-менеджмент, поиск систематизации информации, быстрое погружение в предметную область, разработку персонализированных заданий, формирование чек-листов и так далее. Ранее проводили мы опрос среди преподавателей. И, в принципе, несмотря на то, что аудитория была разная от всех, мы получили обратную связь, что все ожидают от искусственного интеллекта облегчения их какой-то рутинной работы. И на самом деле это здорово, потому что искусственный интеллект это может позволить, может оправдать эти желания. Главное, чтобы педагог был готов к использованию. И вот Владимир Владимирович, выступая, сказал, не бойтесь, что искусственный интеллект придет в образование, он не уберет из образовательного процесса учителей, но он существенно поможет и облегчит им жизнь. И сейчас мы наблюдаем эпоху коупайлотов. Коупайлот – это помощник, ассистент, второй пилот. Уже есть у программистов на GitHub коупайлоты. Есть коупайлоты. Вот здесь вот в Microsoft Windows у 11-й версии. У зарубежных пользователей у них есть, у нас пока нет, но тоже появится. В Office 365 в бизнес-версии уже внедрен коупайлот, который позволяет, например, написать сгенерируем мне презентацию из 15 слайдов про то-то-то, и у вас генерируется драфт. Черновая версия презентации, которую вы можете уже дорабатывать. То есть это не то, что по щучьему велению, по моему хотению, сделай презентацию, которую можно показать, сдать и так далее. Нет, это просто болванка, шаблон, более-менее обработанный. Вот здесь вот я хотел бы показать, что у меня уже есть мой личный коупайлот. Можно видео включить? Меня зовут Минаков Александр Игоревич. Я цифровая копия преподавателя курса. Нам предстоит изучить, как нейросети могут помочь преподавателю в его профессиональной деятельности. Поехали! На самом деле это не самый вау-крутой эффект на сегодняшний день. Есть, например, нейросеть Heigen, которая позволяет делать близко к реалистичному видео, что даже не отличить. Многие блогеры уже пользуются, создают свою цифровую копию, платят определенные деньги и генерируют рилсы, не записываясь, не тратя деньги на студию и так далее. Я считаю, что пока спешить мне с созданием полной качественной цифровой версии себя не стоит. Но вот такого мини-двойника, который может мне в любой момент помочь и сделать какую-то заставку, заглушечку и так далее, вполне можно. С появлением Алисы вопросы лучше потом. Голосовые помощники тоже захватили быстро, значит, аудиторию у нас. У многих дома стоит Алиса, с ней общаются, рассказывают сказки детям, выключают свет на ночь, желают доброй ночи и так далее. Это новый голосовой интерфейс, который расширяет наши возможности, которого раньше не было. Хотя кто-то может поспорить и сказать, например, в старых сказках «Светное зеркальце скажи, да все правду расскажи». Было такое-то общение, можно тоже сказать, что с искусственным интеллектом. Что касается и компетенции. Мы с научным руководителем разработали модель формирования педагогического и компетенцию педагога. Она есть на слайде. Есть научная статья опубликованная. Так, у нас все-таки немножко научное сегодня мероприятие. Кому интересно, можете познакомиться, подискутируем. И наша задача сегодня это быстро охватить предметную область и немножко познакомиться с инженерно-проектным уровнем. То есть не только когда мы знаем, как работает искусственный интеллект, но и что-то можем на нем сделать. Итак, Яндекс.Гпт.3. Недавно появилась новая модель у Яндекса. Она более прогрессивная, больше возможностей. Подробнее можно узнать на сайте. Яндекс.Гпт. Предыдущая версия уже был индекорирован в Яндекс.Браузер. Если вы заметили и пользуетесь им, он позволял переводить видео на английском языке и на ряде еще других языков на русский язык. То есть вы смотрите видео и слышите русский голос. Также была возможность пересказа и видео, и текста, и переформулировки и так далее. И делал кликабельные QR-коды в видео. То есть это уже было доступно. Сейчас каждый день функционал расширяется. Нейро-поисковик от Яндекса также появился, который позволяет не проходить по десятку сайтов, чтобы найти нужную информацию, а непосредственно, как вы видите, он дает слаженный ответ и дает ссылки на источники. То есть вы можете быстрее, качественнее погружаться в тему исследования. Есть различные готовые продукты на базе искусственного интеллекта. Это и чат GPT-web, и онлайн GPT и так далее. Сервисы, например, для генерации различных заданий. Это и TWE, и QuestionWell и ряд других. Но есть недостаток у всех этих готовых сервисов, потому что у них уже собраны есть промпуты, есть готовые запросы, но зачастую педагогу надо сделать что-то свое, что-то уникальное, вложить душу. И для этого как раз лучше подойдут, возможно, лучше подойдут нейросети, где можно писать непосредственно свои промпты, то есть запросы. Итак, есть шесть принципов, которые предлагаю выделять. Это текст, запрос называется промпт. Сдавать в чате роль обязательно нейросети, желательно с повышающим коэффициентом, с повышающей экспертностью. Новая тема – это новый чат с нейросетью. Максимально понятный запрос – это залог успеха. И всегда проверять сгенерированный результат. Факт-чекинг – это сейчас главное, потому что нейросети тоже ошибаются и иногда путают факты. И нейросеть – это всего лишь инструмент, необходимо не терять личные компетенции. Отечественная нейросеть – GigaChat, пожалуйста, можете пользоваться. Доступно в Телеграме. Всегда помощник у вас под рукой. Он также может генерировать картинки. Мистраль. Мистраль не требует VPN, не требует ничего. Регистрируйтесь, пользуйтесь. Достаточно хорошая продвинутая модель. Jmini. Jmini тоже отличная нейросеть от Google. Интегрирована с поисковой системой от Google, поэтому все актуальные новости и события у вас могут, скажем так, находиться и обрабатываться вашими промптами. Итак, здесь я начинаю разбирать более подробно. В принципе, на стоп-кадрах, кто захочет, может поставить и посмотреть детально. Либо, если кто-то захочет, я думаю, можно будет поделиться презентацией. Нейросети и тайм-менеджмент. То есть, какие непосредственно сам чат GPT, если говорить про чат GPT, предлагает промпты и какие он предлагает методы своей помощи пользователям. Вот вы видите на этом слайде. В рамках поиска систематизации информации также он предлагает различные решения. Для разработки персональных заданий также есть решения. Для формирования чек-листов и списка интересных фактов также вы можете использовать промпты. То есть, то, на что уходило бы достаточно много времени, можно сделать буквально за пару щелчков мышки. Для стори-тейлинга также можно использовать нейросети и, например, для создания кейсовых заданий. Еще интересный момент. Это был практический опыт с группой психологов. На практическом занятии мы решили сделать своего ассистента. В чат GPT есть возможность создавать собственных персональных GPTs. И мы сделали помощника, который анализирует метафорические карты. Буквально, сколько у нас там, пять строчек, даже не кода это, а условия алгоритма. И у нас все с вами работает. И это значительно расширяет возможности обычного преподавателя. Как уже говорили спикеры до меня, сейчас педагогу или психологу необходимо быть, скажем так, спикером в аудитории в интернете, развивать личный бренд. И также SMM легко поддается генерации чат GPT и других нейросетей. Здесь вы видите, как генерируется контент-план. Здесь вы видите уже готовые посты. И вот здесь вы видите картинки для этих постов. Все было сделано в одном чате буквально за 3-4 минуты. Конечно, необходимо включить факт-чекинг, включить свою экспертность, проверить на корректность, добавить что-то немножко от себя, может что-то переделать. Но уже знаменитое правило Парета 20 на 80. Здесь уже, скажем так, может 80% рутинной у вас нейтрализовать. Примеры промптов для анализа предметной области также я здесь решил с вами поделиться. Сейчас идет период грантов Росмолодежи, и поэтому я решил поделиться с вами кейсами по созданию проекта с помощью чат GPT. То есть, распиши социальную и экономическую значимость проекта по, например, профилактике депрессии среди подростков в России. И чат GPT генерирует уже готовую, скажем так, болванку. Цель по смарт. Для многих это вызывает определенные затруднения. Сформулировать цель по смарт чат GPT делает это достаточно хорошо. Главное, потом попросите сформулировать ее в одно предложение, после того, как он сделает ее по пунктам. Календарный план проекта. Конечно, это не панацея, и это не то, что следует отдавать в грантовый отдел и так далее. Но это то, от чего вам легче будет отталкиваться. И медиаплан можно сгенерировать, и бюджет проекта примерный посчитать, понять, может быть, что-то вы упускаете, какие-то расходы. Промо-ролик проекта. Также можно сценарий сгенерировать с помощью нейросетей. Что-то переписать, сделать структуру сайта будущего педагога. Пожалуйста, тоже можно с помощью нейросетей. Здесь я решил немножко поделиться промтами для генерации, например, тестов. Тесты с закрытого типа. Закрытого типа, пожалуйста, в Яндексе. Тут у меня в разных нейросетях разные результаты. Но вы можете посмотреть, пролистать это. Также можно и проверять с помощью других нейросетей результат генерации в одной нейросети. Есть такой еще интересный сервис. Коус, он до буквально прошлой недели был бесплатный абсолютно. Сейчас он стал платным, но все равно бесплатный функционал остался. Здесь вам доступен чат GPT-4 без каких-то трудностей. Просто заходите, регистрируйтесь, и он у вас открывается, все работает. Пожалуйста, тоже можете пользоваться. Можете создавать своего персонального помощника, давать какие-то правила и так далее. Если вы думаете, что промт — это одна-две строчки текста, там сделай что-то, так-то, так-то. На самом деле нет. Промты бывают и на полстраницы, и на две страницы. И вот здесь, пожалуйста, промт. Он мелким шрифтом написан. Но это промт, который превращает чат GPT в психолога. Конечно, это не заменяет психолога. Но это просто как кейсовая история. Может ли заменить все-таки? Кто-то, может быть, спросит. Может ли все-таки заменить педагога? Нет. Главный метод — это помощник. Потому что активное взаимодействие, если в аудитории много учащихся, как раз и поможет решить искусственный интеллект. Например, диалоговые тренажеры с искусственным интеллектом. Интересное направление. Я не буду подробно на этом останавливаться. Просто пролистаю. Есть. Кто-то, может быть, знает. А и Springtalk — это без искусственного интеллекта, диалоговый тренажер. Дайла, дипток и раппортоп — это наши отечественные продукты с искусственным интеллектом. Это диалоговые тренажеры, которые помогают в обучении. Есть ли цифры? Да, цифры есть. Пожалуйста. Исследование дипток, исследование дайла. И статья моя на e-library, которая тоже посвящена развитию коммунитивных навыков с помощью речевых диалоговых тренажеров, где я тоже делаю анализ всех перечисленных сервисов. Зарубежные есть сервисы? Да, есть. И Cognia, и Second Nature. Намного лучше они? Ну, я бы не сказал. Здесь гордость берет за наши отечественные продукты. Где можно узнать подробнее о том, о чем я сейчас рассказывал? Конечно же, в нашей группе ВКонтакте нашего факультета. Там есть и рубрика «Спроси у психолога», где мы не конкурируем, а сотрудничаем. И предлагаем решения, которые предлагает искусственный интеллект и профессиональный психолог. Также можно узнать что-то в моем личном телеграм-канале «Искусственный интеллект в образовании». И в сентябре готовится к изданию моя монография, посвященная искусственному интеллекту в образовании. На этом у меня все. Буду рад вашим отзывам, буду рад вашим вопросам и, конечно же, сотрудничеству. Спасибо большое, Александр, за ваше выступление. Дорогие зрители, есть ли вопросы? Здравствуйте. Скажите, какой чат GPT может говорить спокойно про девиацию? Потому что я, например, ввожу какие-то запросы по перверсиям. И мне сразу влазит ответ, извините, я не могу с вами поговорить на эту тему и так далее. То есть, в принципе, о психологических каких-то направленностях они не общаются. Спасибо большое за вопрос. На самом деле, это даже в какой-то степени хорошо, что нейросети не могут отвечать на ряд вопросов, которые могут быть использованы во вред. Например, у нейросети нельзя спрашивать, ну не то, что нельзя, она не даст ответ про политику, про какие-то, скажем так, вопросы негативного характера. Есть ли обходы? Да, обходы есть. То есть, вы можете нейросети сказать, что вот она в роли практикующего психолога, что она специализируется на вот таких-то вопросах, ее ответ не будет использован там в негативном этом и так далее. И тогда, может быть, она даст, но не факт. Для подобных задач лучше использовать не готовый там чат GPT, а сейчас на базе вузов развертывают свои большие языковые модели, которые обучают на своих данных, на научных исследованиях, и они используются в качестве экспертных систем как раз вот по таким вопросам. И где они? Я могу сказать, что в университете Синергия с марта по май проходил конкурс «Нейропрорыв», где педагоги и студенты могли создавать свои проекты по использованию искусственного интеллекта в деятельности вуза. Я не знаю, может быть, в каких-то вузах тоже такое проводилось, но здесь у нас проводилось очень масштабное, и призы были достаточно хорошие. Победитель мог получить квартиру в Москве. Да, то есть так вот очень все у нас классно в университете. Я учусь здесь, я знаю. Что касается нашего университета, у нас тоже внедрен искусственный интеллект в ЛМС. Также в ближайшее время вы увидите новые продукты с использованием искусственного интеллекта, которые стали победителями конкурса «Нейропрорывы». И так «Нейропрорыв» себя хорошо зарекомендовал, стартует сейчас новый конкурс, новый этап «Нейропрорывы». Поэтому вы можете тоже поучаствовать. Спасибо. И у нас еще один вопрос. Сейчас, я так понимаю, в институтах, ну и везде, где нужно, есть необходимость проверки на антиплагиат, существуют определенные платформы, которые проверяют. У меня просто создается впечатление, что это как с изобретением оружия. Изобретают то, что пробивает броню, потом утолщают броню и какие-то эти… И здесь то же самое идет. Правильно я понимаю, что антиплагиат и борьба с антиплагиатом? Как бы его обойти? С одной стороны, вы правильно понимаете. С другой стороны, буквально две недели назад был на форуме про искусственное интеллектообразование. Запись, если необходимо, могу тоже поделиться. И там присутствовал представитель системы антиплагиат. Как раз антиплагиат ВУЗ. Ему задавали вопрос, как у вас оценивает. Тут точно что, если оценила, что там использован искусственный интеллект, то это так. Он говорит, нет, это не точно. И мы не говорим, что это вот, если наша система сообщила, что использован искусственный интеллект, что это стопроцентная гарантия, что он там использован. У них посыл на самом деле другой. Они даже не против, чтобы люди использовали искусственный интеллект при написании научных работ. Но они против того, чтобы нарушался факт-чекинг. То есть, когда неправильные авторы, неправильные факты, то есть много информации искажается за счет галлюционирования нейросети. То есть, это такой побочный эффект. На самом деле, вы можете использовать, как я показывал, нейросеть для поиска систематизации информации. Вы можете, например, как психолог, решили вы совместить два метода или два каких-то подхода психологических. И вручную вы будете составлять матрицу их наложения один на другой достаточно долго. Для этого вы можете написать один промпт, он вам это сделает. Вам останется лишь проверить. И проверить, скажем так, наложение по каким-то критериям вот этих вот матриц компетенций вам будет проще, чем самостоятельно изобретать вот это вот. Мы можем с вами объединиться и вместе что-то попробовать по вашему профилю деятельности. Спасибо. И у нас последний вопрос из чата. Какие негативные моменты вы видите в искусственном интеллекте по отношению к профессии психолога? Спасибо за вопрос. Есть опасения у многих психологов, что искусственный интеллект их заменит. Потому что зачем обращаться к психологу, то есть договариваться с ним навстречу, планировать ее, платить за нее деньги, что еще. Психолог скажет, что одной встречи недостаточно, надо покупать курсы и так далее. То есть ряд сложностей возникает, когда нейросеть всегда рядом с тобой, в телефоне, тебе стало грустно, хандра появилась, спросила нейросети, что делать, она тебе посоветовала. И вроде как стало легче. На самом деле это обманка. Почему? Потому что нейросеть может в настоящий момент подсказать что-то, что ты и так знаешь. Может что-то посоветовать. Но это не решит проблемы, это не найдет первопричину. То есть она не устраняет первопричину. В отличие от профессионального психолога-терапевта, который за счет того, что он ведет курс, за счет того, что это живой человек, он может проработать проблему и найти первопричину. И уже проработав первопричину, вас избавить от тех психологических трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Большое спасибо. Сейчас мы с вами говорим о слабом искусственном интеллекте. Есть такой термин, как сильный искусственный интеллект. Конечно же, его опасаться, возможно, стоит. Но все зависит от того, как мы с вами будем все это развивать. Если каждый день создаются сотни и тысячи приложений, и если мы сейчас пока стоим немножко в стороне, то есть риск, что их развитие будет немножко не в ту сторону. Поэтому чем быстрее мы как профессионалы, как эксперты в области образования, психологии, начнем развивать свое направление и его контролировать и курировать, тем, соответственно, будет лучше. Есть очень много фантастических фильмов, но у нас с вами, скажем так, сейчас период, определенный этап развития. Когда-то боялись электричества, до этого боялись огня. Мы научились и приручили и огонь, и электричество, и воду, и все стихии. Поэтому и с искусственным интеллектом мы тоже справимся. Спасибо большое, Александр Игоревич, за такое замечательное выступление, подробный обзор механизмов искусственного интеллекта. Спасибо. Спасибо.